Друзья, всем привет! На связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление. Сегодня у нас очень такой популярный запрос. Мы обещали, что запишем видео, стоит ли покупать автомобиль. Позвольте это видео записать в таком формате интервью. Будем общаться со Златой, потому что непосредственно она собрала вопросы. Покажем конкретно на примере, кому стоит покупать автомобиль, как стоит покупать автомобиль и каким образом на самом деле получить автомобиль бесплатно. Сегодня будет именно история из моей собственной жизни, как я покупал свою первую иномарку и как бы я сделал это прямо сейчас. Поэтому будет очень интересно. Досмотрите обязательно видео до конца. Ну а я приветствую Злату. Пожалуйста, как звучит вопрос. Максим, приветствую. Конечно же, хочется начать с самого горячего вопроса, как же купить автомобиль бесплатно. У тебя есть акция на 5 миллионов рублей и под залог акций 50% можно вывезти. Ну то есть просто ни скоринга, ни кредитного комитета, ничего. Просто оформляешь в личном кабинете заявку на вывод и можешь вывезти 2,5 миллиона. То есть у меня сейчас эта ставка составляет 10% годовых. Никаких страховок, никакого обеспечения. То есть брокер, он не переживает, отдавая тебе 2,5 миллиона рублей, потому что он знает, что у тебя, как у клиента, есть акции, есть активов на 5 миллионов. И что если они там будут падать в цене, ты можешь эти акции продать и вернуть эти 2,5 миллиона. То есть так называемый первоначальный уровень маржи, которую ты взял. То есть еще раз, у тебя активов на 5 миллионов, ты под залог этих активов получаешь 2,5 миллиона. То есть формально до юра, да, они даже уходят в принципе, да, условно. То есть там две части сделки и репо. То есть брокер, в принципе, в любой момент эти акции может реализовать. И даже тебя не спрашивать. Ты берешь 2,5 миллиона рублей, идешь и покупаешь автомобиль. Подобного рода сделка тебе не нужно ежемесячно платить ни тела кредита, ни процентов. Просто брокер начисляет проценты за пользование. Еще раз, у меня там это 10% годовых. То есть если я там возьму 2,5 миллиона рублей, то мне брокер начисляет 250 тысяч рублей процентов за пользование 2,5 миллиона. У меня с 5 миллионов есть там, я не знаю, дивидендная доходность 10%. С 5 миллионов рублей. И мне, соответственно, в течение года на счет упадет 500 тысяч рублей дивидендов. Очистят их от налогов. Ну, условно, будем налоги игнорировать, да, 500 тысяч мне упадет непосредственно на счет. А у брокера я, соответственно, за год у меня накопится 250 тысяч процентов за 2,5 миллиона. И получается, что дивиденды закроют проценты 250 тысяч. Еще 250 тысяч закроют кредиты. То есть я буду должен там уже брокеру не 2,5 миллиона, а 2,250. Через год еще, да, проходит, да, у меня уже 10% начисляется на 2,250. То есть 225 тысяч, еще 500 тысяч упало дивидендов. Опять-таки погасились проценты, погасилась часть налогов. Или акции выросли в цене там на 30%. То есть 5 миллионов выросли в цене на 30%, полтора миллиона плюс. То есть у меня акции стоят 6 миллионов 500 тысяч. Я беру, продаю акции на полтора миллиона. И эти полтора миллиона идут в закрытие сделки. То есть все, я брокеру ничего не должен. Любые поступления на брокерский счет, будь то пополнение новыми деньгами, если я пополняю, выплаты дивидендов, я продал акции, первым делом гасится кредит брокеру. И таким образом получается, что если у меня есть активы на 5 миллионов рублей, и я знаю, каким образом это распоряжаться, это опять вопрос знаний, как это работает. Я, во-первых, получаю дешевое финансирование, в отличие от остальных. Мне не нужен никакой скоринг. Я ежемесячно не прошу. То есть если я сейчас пойду и 2,5 миллиона кредита оформлю на покупку автомобиля, то у меня будет ежемесячный платеж, там, ну, что-то порядка 100 тысяч рублей. Здесь мне не нужно 100 тысяч рублей ежемесячно пополнять. Вышли дивиденды, они погасили эти проценты. Да, при прочих равных условиях можно сказать, что это неправильно, это некорректно. Капитал должен расти, сложный процент на процент. Но, тем не менее, сейчас я так делаю. Я сейчас просто за наличные деньги, со своего активного дохода покупаю автомобиль. Но тогда, в тот момент, на том уровне знаний, компетенций, и мне необходим был автомобиль, потому что у меня появилась семья. То есть я не мог от этого отказаться. И не было никакого каршеринга и развитого такси. То есть тогда, в тот момент, для меня это непосредственно сработало. И получается, что мои активы, которые фактически работали, под залог которых я взял кредит, они что мне позволили? Во-первых, у меня там через 3 года полностью остался автомобиль. Он изначально был мой второй. Эти активы сами себя выкупили. То есть активы привнесли мне денежный поток, который позволил обслужить кредит. И они также точно остались. И вот таким образом это непосредственно сработало. Почему обеспеченные люди берут кредиты, ипотеки на такие простые вещи? Вообще, основной критерий, который нужно понимать по итогам нашего видео, состоит в том, что ничего плохого в потреблении нет. То есть потребление тоже выводит на определенный уровень, позволяет получить мозгу некое положительное подтверждение, что он не просто так работает, и поэтому это нужно покупать и радоваться. И в данном случае суть всего видео заключается в том, что вполне реально иметь сначала работающие активы, купить время других людей, а потом за это время, которое вы покупаете как акционер, покупать определенные пассивы. Это вот первый критерий, который необходим. Когда богатые люди берут ипотеку, и не только богатые люди, то есть я вообще не встречал большого количества людей, которые бы дорогую недвижимость покупали в принципе, или покупали бы в ипотеку. Но в первую очередь это касается людей, которые с развитым инвесторским мышлением, которые сами создают себя, у которых высокий уровень интеллекта. Я сейчас не касаюсь историй, когда, ну не знаю, это связано с какими-то там коррупционными составляющими, когда человек оказался в нужное время в нужном месте, когда он просто не знает, как распорядиться деньгами, тогда да, тогда может быть покупка земельных участков, домов, машин. Может быть это в криминальной среде очень популярно, потому что не знаю, что будет завтра, и здесь вот это чрезмерное потребление, оно присутствует. Я говорю именно о людях, предпринимателях, которые создают потребительскую ценность, и понимаю, что они становятся богаче, создавая больше потребительской ценности. И они могут очень хорошо считать, то есть у меня есть высокомаржинальный бизнес, я могу его развивать за счет собственных средств, и он у меня будет там по инерции расти с определенной скоростью. Если я в бизнес-модель, финансовую модель, добавляю левериджи, ну то есть кредитные деньги, то в этом случае стоимость денег меньше, чем рентабельность моего бизнеса, то я таким образом в целом рентабельность, количество денег для себя, как для акционера, собственника увеличиваю. Но специфика России такова, что деньги, которые выдаются на развитие бизнеса, а бизнес работает в российской экономике, в которой высокие политические риски, экономические риски, санкционные риски, то в этом случае деньги же банки тоже не печатают, да, они их тоже где-то получают. И для банков эти деньги дорогие, и для бизнеса они дорогие. И когда у банка риск-менеджмент, риск-профиль стоит дать деньги какому-то бизнесу, который существует там 2-3 года, то его, во-первых, а, очень сильно шерстят, б, требует очень много обеспечения, чуть ли не всех основных активов, которыми владеет этот бизнес, С, его накладывают определенные ограничения, начинают выкручивать руки, а переведите на зарплатный проект, возьмите там какую-то дорогую карточку, как собственник бизнеса, ну, то есть там банки любят у нас в России таким образом поступать. И стоимость кредитования достаточно высокая, в то время как человек может пойти и взять, я не знаю, недвижимость в ипотеку, просто как физическое лицо, для него это будет дешевле, его проще одобрят, и меньше стоимость будет кредитования. В этом случае он понимает, что если ему нужно как потребление вот это вот использовать, он может, не выводя деньги из собственного бизнеса, да, или наоборот, введя. Для него получается стоимость ипотеки просто дешевле, когда он понимает, как правильно он распорядится этими финансовыми потоками. И все очень хорошо считают. С другой стороны, опять-таки, собственники бизнеса, которые делают себя сами, у которых очень высокий уровень финансового интеллекта, как правило, я знаю единиц, кто владеет собственными домами. Или это дома, которые просто по уму были куплены где-нибудь на уционах по банкротству, или давно, когда эффект базы был очень низкий. И в этом случае получается просто у них эта недвижимость есть, потому что она им дешево досталась. По соотношению цена, которую они за нее заплатили, и ценностью, которую эта недвижимость обладает. Есть другая категория людей, которые, наоборот, не покупают недвижимость. Я, наверное, к этой категории людей отношусь. Максим, ну сейчас же стоимость и автомобилей, и квартир, она постоянно растет. То есть я, по сути, вложу свои деньги, и через несколько дней я выну столько же или больше. Да, вопросов нет, а что купишь взамен. То есть это вот основная история, в которой люди замыкаются, говорят, я куплю квартиру, я куплю машину. У нас высокая инфляция, на уровень инфляции цена как минимум ее вырастет. Ребята, ну вы должны понимать, что даже если она вырастет, то есть у вас фактически не будет амортизации, стоимость владения все равно будет, обслуживание все равно будет. То есть автомобиль все равно будет деньги тянуть из кармана. Это раз. Два, когда вы его продадите, вопрос, что вы на эти деньги купите. То есть если бы цена на автомобили только росла, тогда, возможно, это можно было бы как инвестицию рассматривать. Но когда мы понимаем, что цена на автомобили выросла на 10%, и цена стоимости яиц тоже увеличилась на 10%, то это просто снизилась покупательская способность денег. Говорить это как инвестиционную составляющую, скорее нет. Говорить как сохранение денег, скорее всего, тоже нет. То есть рост за счет инфляции. И поэтому, окей, вы продадите, что вы получите взамен, что вы сможете купить. Вы же не сможете купить точно такой же автомобиль на 10% дешевле, потому что он же вырастет тоже на 10%. И поэтому это не совсем корректное сравнение, с чем сравнивать. Но лучше, если у меня эти деньги будут лежать наличными, и их инфляция обесценит, или я куплю автомобиль. Лучше, как я уже всегда говорил, вернее, даже не я это говорил, я стараюсь это транслировать, это говорил Уоррен Баффетт, есть такой класс активов, как коммерческие коровы. Мы тоже про это уже очень много говорили на канале. И что такое коммерческие коровы, это две составляющие. Во-первых, у них есть промежуточное молоко. Второе, это то, что они растут на уровне инфляции, инфляционная составляющая. То есть, если старание и высокая инфляция, покупаешь корову, с коровами я уже всех достал, наверное, на канале. Но, тем не менее, факт остается фактом. То есть, одно дело купить автомобиль, если он сдается в аренду, то есть, если ты превращаешь его в коммерческую корову и делаешь направление денежного потока, он не просто на уровне инфляции растет, не просто автопроизводитель удорожает эту цену и через два года ты его продаешь за те же деньги, что и купил. Но у тебя они за два года сами деньги обесценятся. И ты уже не сможешь купить то же, что ты мог купил два года назад. Но если в промежутке ты сдал ее в аренду условно и получил еще там 50% денежного потока молока, ты молодец. Тот же самый пример, который я привел с автомобилем, да, то есть, вот, имея активы, которые несли мне молоко, фактически, продавая это молоко, ну, уж совсем такой грубый метафоричный пример, фактически, за счет того молока, который я получил от этих коммерческих коров, продав это молоко, получив деньги, да, я расплатился за кредит, то есть, за покупку пассива непосредственно. Текущий момент это очень важная история, и, Злат, мы там это видим в общениях в нашем отдельном, связанном с формированием личного финансового плана, что расти можно по-разному, можно смотреть на высокую интенсивность своего дохода, а я говорю про то, что куда ты направляешь деньги? Направлять деньги можно все, что связано со временем, с тем, что покупка того, что позволяет прирастать в производительности, ты можешь покупать собственные мозги, прокачивая их, или ты можешь покупать мозги других людей, причем прокаченных, и поэтому вот, когда мы говорим о росте активного дохода, что покупать, даже плохого в том, что ты покупаешь пассив, тоже ничего нет, но, в принципе, вся экономика строится на потребление современное, и здесь вопрос в том, что это потребление, оно должно быть осознанно, ни в коем случае не нужно становиться рабом потребления, потому что мы окружаем себя предметами, которые, может, нам не совсем нужны, которые очень сильно амортизируются, которые сильно падают в цене, то есть за 5 лет практически любая вещь, которая нас окружает, которую мы сейчас купим, за 5 лет она амортизируется вновь, ну то есть она ничего не будет стоить. Возьми любую вещь, вот друзья, если вы смотрите сейчас данное видео, просто по сторонам посмотрите, что вас окружает. Да, может быть недвижимость за 5 лет не амортизируется, но вот то, на что берутся потребительские кредиты, вещи, путевки туристические, я не знаю, там бытовая техника, электроника, любая вещь, которую вы берете, да, то есть насколько она теряет в цене за 5 лет, но кто-то вообще в ноль, даже через 3 года, там у автомобиля остаточная стоимость 50%, недвижимость, наверное, в меньшей степени это касается, но посмотрите, на что берутся самые дорогие кредиты, вы заметите, что самые дорогие кредиты на вещи с наибольшей амортизацией, потребительские кредиты на бытовую технику самые дорогие, кредитные карточки фактически, это вообще, ну, в ресторане можно рассчитаться за еду. Оно самортизировалось через полчаса, на самом деле, хорошо, через сутки самортизировалось и ушло в канализацию. Вещи, которые там тратятся по кредитной карточке, самые дорогие кредитные карточки, они позволяют тратить на самые высокоамортизируемые вещи. И чем ниже амортизация, недвижимость ипотека, ипотека самая дешевая. Почему? Потому что низкоамортизируемые вещи. И посмотрите, на что вы берете в этом случае кредиты. Автомобиль, будь то ипотека или потребительский кредит, что вы за это платите? Ну, еще раз, телефон самортизировался за 3 года, за 5 лет, а вы за него выплачиваете своими следующими часами работы по найму. Друзья, пожалуйста, напишите в комментариях, брали ли вы потребительский кредит или автокредит, как изменилось ваше мнение, решение после просмотра данного видео. Переосмыслили ли вы свое собственное отношение сейчас к кредитам? И что сейчас, в следующие 24 часа, вы сделаете для того, чтобы направить денежный поток в вашу пользу, а не в пользу тех же самых банков? У меня же на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания и удачи!